Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные книги, сокровища искусство, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографюрах, перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа, издательство 1904 года. Рафаэль. Римская школа Мадонна в зелени. Случаются такие моменты в жизни, когда мы жаждем страстного возбуждения, требуем борьбы и ненавидим все красивое и приятное. Но проходит время, протекают годы и нами обладевает желание покоя и мира. Мы ощущаем влияние кроткого и мягкого чувства. Настроение создает характер, а характеры кладут печать на свое время. Проникать в настроение в чувства других людей и обогащать свою собственную жизнь опытом, страданием и радостем других. Вот в чем состоит главная прелесть художественного созерцания. Но для этого мы должны научиться понимать язык художника. А язык живописца есть жизнь, отраженная во всем, что видно глазу. Полные веры красоту этого мира должны мы подступать к творениям Рафаэля. Но это не так легко. Нам трудно оторваться от действительности от окружающей обстановки и перенестись на ту почву, где возникли этой картины. Только тот, кто своими глазами видел мягкие очертания горы Умрии и сияющий блеск итальянского солнца, может понять красоту Рафаэлевых созданий. Остановимся перед картиной Рафаэля. В тихом умилении и спокойной думой мы должны созерцать эту дивную гармонию. Красота выражения доступна пониманию каждого человека. Маленький Иоанн, застенчиво стоящий на коленях перед исполненным детского величия младенцем, восхитительным. Но в стахмаре играет улыбка. Форма детей с большими головами, короткими шеями и длинными туловищами напоминает еще манеру Перуджина. Однако, хоть они еще не приобрели флорентийской подвижности, но в округленности их уже замечается успех в сравнении с произведением учителя Рафаэля. Но проникаем глубже в душу художника, туда, где трепещет его сердце и бьется пульс его с импераментом. Какое наслаждение следит за тем, как художник борется с материальными препятствиями. Эта борьба похожа на игру. Божественная фантазия Рафаэля с изумительной легкостью продлевает затруднения. Нигде вы не увидите усилия, ничего вымученного, везде одно совершенство. И ни следа умствования и мрачной философии. Теоретические проблемы он берет от других. Так, например, равносторонний треугольник в основе и его композиции. На нашей картине, первой в длинном ряду Мадонна зелени, эта основа выражена особенно ясно. К картине этой присуща еще некоторая плоскость, своеобразно, с которой и колорит выдержан в общих светлых тонах. Воздушно-голубой тон мантии и небо преобладает, тогда как контрастом к красному тону одежды Марии служит нежная зеленлуга. Поворот головы Марии влево дает профильному положению тела легкий контрапост. Это только начало пути, начало победы, который гений Рафаэля одержал в переходе от распределения фигур на одной плоскости пластичным группам и к сильной композиции с массой фигур в воздушной перспективе. Вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографиях Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok